Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Как я уже говорил в прошлый раз, мы обсуждали вопрос, можно ли подозревать другого человека в плохом, в дурном. Сегодня мы будем отвечать на вопрос, можно ли подозревать другого человека в хорошем. И мы будем отталкиваться от двух текстов из Священного Писания. Это книга «Бытия» 8.21, 8 глава, 21 стих и послание к Титу, 1 глава, 15 стих. Давайте сначала прочитаем фрагмент из книги «Бытия» 8.21. «Помышление сердца человеческого зло от юности его». Это как бы приговор Бога, божественная оценка всему роду человеческому. И, казалось бы, если ситуация обстоит так, то подозрение правильнее интерпретировать в худшую сторону, если помышление сердца каждого человека зло от юности его. А не в лучшую сторону интерпретировать его действия или какое-то наше подозрение о нем. Но в то же время в послании к Титу, 1 глава, 15 стих, мы находим очень оптимистические слова. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть их». Вот это немножко другая реальность, потому что, когда мы говорим о жизни людей после потопа, тогда были произнесены эти слова Бога, о жизни людей в целом, ветхозаветный период — это одно, а Царство Божие, Церковь возникают в период Нового Завета. Человек не способен был очистить себя никаким образом. Как самый искусный хирург, он не может делать операцию на собственное сердце, так и никакой человек не способен очистить свой внутренний мир, если Господь не совершит это чудо над каждым из нас. Традиционное истолкование слов «кто не ест, не осуждая того, кто ест», это, помните, из послания к римлянам, 14.3, так вот традиционное истолкование этих слов на Западе говорит о том, что любое сомнение надо интерпретировать, любое подозрение в лучшую сторону. Потому что не только тот, кто, например, во время поста для Господа не ест, а, может быть, во время поста кто-то для Господа ест. Понять это сложно, но это мы с вами сейчас и прочитали. Даже светское право, которое восходит к римскому праву, устанавливает, что уже одно то, что человек дурно думает о другом бездостаточной на то причине, унижает того и наносит ему моральный ущерб. Моральный ущерб. Люди обычно чувствуют, как у кого-то меняется отношение к ним или в лучшую, или в худшую сторону. И в то же время в послании к римлянам, 13 глава, 8 стих, говорится, «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнит закон». Поэтому очень важно контролировать свои чувства и интерпретировать какое-то чувство по отношению к другому человеку в лучшую сторону, нежели в худшую. Даже если при этом вы переживете разочарование, такое действие будет более разумное с религиозной точки зрения. Никто не вправе презирать или каким-либо другим образом вредить другому человеку. Презрение, оно иногда бывает демонстративное, это оскорбительно, это уже вред человеку. А если из-за каких-то собственных подозрений вы истолковали их неправильно, вы начинаете вести себя плохо по отношению к человеку, это грех. Причем в прошлой беседе мы определились, дурные слова о человеке, они ставятся в один ряд это с убийством человека, это посягательство на жизнь человека. И в первом послании Петра, вторая глава, 17-18 стих сказано, «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Тогда царем Цезарем был Нерон, зверь из бездны, самый страшный гонитель против Древней Церкви. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым». И что у нас получается? Следовательно, при отсутствии очевидных признаков какой-то человеческой агрессии, если человек не бросается на других, скажем так, нам априори надо считать его добрым человеком, интерпретируя все, что вызывает наши сомнения, в лучшую сторону. И само светское право настаивает на том, что истолковывая любое сложное доказательство, всегда надо истолковывать в пользу обвиняемого, а не во вред. Неужели мы, христиане, можем упасть ниже и будем все истолковывать во вред упавшего, как бы добивая его ногами? Это недопустимо, и к христианству это не имеет никакого отношения. И смотрите, что пишет апостол Павел, это опять послание к римлянам, 14 глава, 4-8 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба, пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его, иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равна, всякий поступай по удостоверению своего ума. «Кто различает дни – для Господа различает, и кто не различает дней – для Господа не различает, кто ест – для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест – для Господа не ест, и благодарит Бога, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли – для Господа живем, Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем ли или умираем всегда Господне? С другой стороны, когда мы судим о людях, добро и зло в нашем суждении рассматривается по преимуществу со стороны того человека, о котором судят, поскольку его считают достойным уже постольку, поскольку о нем судят, как о добром, и недостойным уже постольку, поскольку о нем судят, как о злом. То есть любое суждение, оно с самого начала предполагает отношение. Вот почему, кстати, по праву, светскому праву, это очень правильно, если представитель судебных властей оказался на положении потерпевшего или родственника потерпевшего, или сам был потерпевшим, то он не может участвовать в процессе, у него дело забирают. Такое отношение не может считаться априори беспристрастным. И это надо, конечно, понять. Поэтому, если у вас есть конфликт с каким-то человеком, и об этом знают другие люди, может быть, у вас идеологические какие-то совпадения с другим человеком, и вам задают вопрос, а в чем суть проблемы? А что он за человек такой? Всегда найдите добрые слова. Всегда скажите что-то доброе. Это очень важно. И если бы Бог оценивал нас, исходя из настоящего нашего, сегодняшнего падшего состояния, то это было бы что-то очень страшное для нас. Он с добром приходит в этот мир. Он отдает Сына Своего Единородного в жертву, а в жертве нуждается греховное. Отдает в жертву, потому что возлюбил мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что до Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И мы сами, мы получаем, вот смотрите, как сказано в послании к римлянам, мы получаем оправдание даром по благодати Его, то есть по милости, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия. Что значит во время долготерпения Божия? То есть когда мы все были до одного негодны. К показанию правды Его в настоящее время да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Послание к римлянам, 3 глава, 24 по 26 стих. По этой причине при вынесении любого рода суда нам надлежит судить о человеке как о добром, какие бы ни были обвинения, есть такое понятие как презумпция невиновности. Его вводят в зал суда не как преступника, а как подозреваемого. Во время всего процесса он не преступник, он подозреваемый. И вот эта презумпция невиновности, которая существует у мирских людей и является законом, почему же мы, христиане, упавших иногда действительно добиваем ногами. И это очень печально. Мы должны судить о каждом человеке как о добром, пока не доказано обратное, как о праведном и благочестивом, пока не доказано противоположное. А как нам совершать разбирательство? Мы читаем в Евангелии от Матвея, 18 глава, 15 по 17 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой», он не называется здесь даже врагом твоим, брат твой, значит, относись к нему по-братски, «пойди и обличи его между тобой и им одним». Почему между тобой и им одним? Ты должен оберегать его честь. А может быть, ты ошибаешься в своем подозрении. Тебе надо было истолковать подозрение в лучшую сторону, а ты в худшую. «Пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добует он тебе, как язычник и мытарь». А что значит «как язычник и мытарь»? Дело его обращения надо начинать сначала, постепенно. Потому что никакое отлучение от церкви в древние времена не было абсолютно категоричным. Вот смотрите, что пишет апостол Павел. Это первое послание к Коринфянам, пятая глава, с первого по пятый стих. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело». То есть он совокуплялся с мачехой. «А я, – продолжает Павел, – отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Даже сатане предавали, то есть анафеме, с целью, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа, то есть в день Его пришествия. Это первое послание Коринфянам. А во втором послании, когда тот уже понёс наказание, с ним не общались, чтобы устыдить его. Второе Коринфянам, вторая глава, 6-11 стих. Об этом же человеке, которого он предал в изнеможении сатане, Павел пишет, «Для такого довольна сего наказание от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощён чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо и я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всём ли вы послушны, а кого вы в чём прощаете, того и я, ибо и я, если в чём простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Таким образом, мы должны искать благо для человека, даже в наказание. И верить в его исправление. Точно так же, как мы верим в собственное исправление, и всегда находим для себя какие-то извинения. И хотя, судя таким образом, то есть только с лучшей стороны, мы можем ошибиться, тем не менее, само наше доброе помышление о другом принадлежит нашей доброй, а не злой воле ума. К тому же знание истины о случайных единичностях как таковых не принадлежит совершенству ума. Никто не может все обстоятельства понять, все мотивации. То есть всю картину произошедшего мы рассмотреть не можем, так как и у дурных поступков бывают иногда благие намерения и мотивации. И вот самое последнее – это то, что рассказывал Ава Антоний Великий. Это действительно духовно великий человек. Он говорил, «Есть тут у нас один брат, все время собирает скорпионов, тварей каких-то, трясет мне в келью все это, по ночам приходит и мочится на мою подушку. Наверное, он все это делает по простоте душевной». Вот пример незлобия. Вот пример, когда чистый человек, который всех видит чистыми, подозревает только в доброте или в простоте духовной. Спасибо, Се Христос! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Се Христос! Се Христос! Подпишись! Се Христос! computаблика,